Эти интеллигентные люди привезли сегодня в Самару оплот русской демократии. Алексей Навальный прибыл в город, видимо, с какой-то жутко секретной миссией, потому как навстречу к нему не пускали посторонних. Среди них отчего-то оказались почти все телевизионные журналисты. Выясняется, чтобы попасть в круг избранных, нужно было пройти аккредитацию за две недели до пресс-конференции. Аргумент, что встреча с журналистами не может превращаться в закрытый клуб по интересам, поначалу на пиарщиков Навального не действует. Как понять закрытый клуб? Встречает человек, да, с открытой программой политической. Вы хотите сказать, что вы нас не пустите? Да, я хочу сказать, что мы вас не пустим. Почему? На каком основании? Закон на СМИ читали? Девушки, я прекрасно читал закон на СМИ. Ну, значит, вы плохо его читали. Давайте мы не будем с вами ругаться, мы просто тихо пройдем, найдем себе местечко. К сожалению, по пресс-конференции вы не попадете? Ну, как это не попадете? Попаду, конечно. И вот, когда Алексей Навальный выходит в зал, его соратники все же меняют стратегию. Наши телекомпании упускают, а след за нами и две другие. Диалог с журналистами идет чуть меньше часа. Вопросы, как политику традиционные, ответы отрепетированные. Алексей Навальный много говорит о ситуации в стране и рисует светлыми красками ее бескоррупционное будущее, которое без него, Навального, не наступит. Алексей обещает по сингапурскому примеру не щадить даже близких. Мы у Ликван Ю спросили, как вы побороли коррупцию? Он сказал, что я посадил трех своих друзей. Значит, нормальный президент так и должен поступать. Власть портит людей. Любой человек, который попадает на должность, он попадает в ситуацию огромного искушения. Вот у тебя лежат деньги и возможности. Прямо протяни руку и возьми. Почему пресс-конференция задумывалась под грифом «секретно» осталось неясным. Сенсаций не произошло. Ни на самой встрече, ни за стенами штаба, где под окнами собрались люди уже с традиционными для таких собраний лозунгами и перформансами. Инга Пеннер, Василий Колдашов. События. Продолжение следует...